по поводу новостей значит сначала вот вот это вот сейчас покажу вам значит опять российские так сказать наклонности seba все-таки не остались без внимания и когда соуч сказал что он вроде разобрался с вальвы и там вообще с команды уже в плане то что они пришли к общему там сказать знаменателю и теперь ну то есть как бы всем вроде оштрафован на месячную зарплату а также часть от своих призовых то есть какие-то там же выиграет он будет фонд которую выберет он будет жертвовать эти деньги то есть но с одной стороны как бы вы думаете наверное что это возможно его решение самом деле скорее всего это всеобщая подслитая обоюдное решение всех сторон чтобы хоть как-то так сказать ну не знаю приземлить себя с небес на землю наверное что такое я так считаю ну типа это правильно на самом деле хотя бы хоть что-то но они сделали то есть в этом плане неплохо значит второе по поводу сэп если кто не знает сэп я не знаю как она расшифровывается но тем не менее это та статистика которая всплывает как всплывающие окошки нас в трансляциях официальных англоязычных русскоязычных трансляциях такие синенькие на официальных матчей на самом деле реально крутая тема и то что наконец-то эта компания будет также на мажоре на эпицентре то есть это действительно здорово потому что порой вот стату которая не дает она прям но максимально качественно и но ингейм так сказать процесса больше обогащается возможной информации то есть и там кто-то быстрее собрал тут предмет кто-то быстрее этот кто-то там забрал столько-то баунтика этой минуте ну там действительно для зрителей это очень интересно и сама статистика потом который будет проводиться после после турнирная и как правильно назвать будет тоже весело так и третье вот это вот вообще конечно мерная новость как обычно так сказать на подумать и для тех кто не знает когда артефакт средний онлайн последний месяц имеет там 10 человек и один стример там опять может быть стримит по одному там по два человека на твиче значит и какой-то был флешмоб у каких-то людей не знаю которые делали аккаунты тысячи создавали и стримили порево стримили там различного рода так сказать нарушающий политика твича контент и связь чем твич сделал двухфакторную аутентификацию и нельзя было короче вообще ребят новый аккаунт на твиче в этот момент просто потому что ты заходил в раздел артефакта а там порево на весь этот поэтому это вроде прикольно но типа суд на анонимных троллей то есть звучит как то знаете что типа вроде как так на кого подавать то прецедент есть на кого непонятно не знаю что стрим твич будет делать в любом случае но тем не менее мерная новость считаю что это как-то странно короче вообще с точки зрения кто кстати так сказать стриме упорива на на разделе артефакт так так